На сцене Женя Синяков! Например, летом была новость, что Настя Явлеева заработала аж 253 миллиона с помощью марафона по похудению. Видимо, Настя просто перепутала такие понятия, как худеть и хренеть. Потому что до этого она рекламировала чипсы и МакДак, то есть, получается, создавала клиентов будущих для своего марафона. Мне кажется, что и тренировки какие-то ужасные. У нее там в этом марафоне была, например, такая тренировка, называлась «Растяжка с вином». Вот как она выглядела. Желательно тренировку эту выполнять вечером, но если вы любите прибухнуть с утра, выполняйте утром. Понимаете, они просто в наглую стырили программу тренировок Александра Емельяненко. Причем Настя же вообще никак не связана со спортом. Лучше бы она преподавала то, что она действительно умеет, а у нее есть суперспособность. Да-да-да, Настя Явлеева то выглядит вот так, то выглядит вот так. Ей надо было запустить курс Насте Явлеевой и ее сисечной метаморфозы. Потому что это действительно удивляет. Смотрю на эти фотографии, такое ощущение, как будто кто-то написал Насте «Настя скин-сиски», и она поняла эту фразу слишком буквально. И вот кто угодно сейчас запускает курсы, всякие звезды. Даже, например, бывший муж Бузовой, Дмитрий Тарасов, стал коучем по счастливым отношениям. У человека два развода, а? Учиться у него счастливым отношениям, это все равно, что нанять адвоката, который сейчас сидит в тюрьме. И вот чему главное он учит на своих курсах. Когда въезжаете в новую квартиру, первым делом нужно не ложиться в кровать, а садиться за стол переговоров. А вот не кажется ли Дмитрию, что гораздо логичнее садиться за стол переговоров до покупки общей недвижимости, а? И вот совет, который меня просто поразил. Женщина отвечает за быт, мужчина за финансы. Финансами можно перекрывать быт. Что вообще за чушь такая, а? Просто нагромождение каких-то слов. Какой-то сексизм отвратительный. Женщина отвечает за быт. Мне кажется, единственный, кто забыт, это сам Тарасов. Как вообще ему в голову пришла идея вот стать коучем по счастливым отношениям? Он что, узнал, что многие футболисты после завершения карьеры становятся тренерами и не стал уточнять какими? Вообще, я считаю, что Тарасов может вести только один курс, который должен называться «Как играть в сборной России так, чтобы все тебя знали как бывшего Бузовой». Вот это бы у него шло на ура. У Яны Рудковской есть курс, называется «Я супер 2.0». Кто-нибудь слышал про первый? Нет? Вот на волне этого успеха она решила замутить второй. Сложилось впечатление, что Яна замутил этот курс, чтобы просто рассказывать всем, какая она классная. Потому что она в этом курсе постоянно себя хвалит. Вот, например, она про себя пишет, что она одна из самых цитируемых женщин нашей страны. Кто-то может назвать хоть одну цитату самой цитируемой женщины нашей страны, а? И вот реально постоянно себя хвалит. Например, она еще про себя говорит вот что. Я училась всегда только на пятерке. У меня серебряная медаль была в школе. Одна четверка была от учителя физики. Потому что я очень красиво одевалась. Многие не могли это пережить, к сожалению. Да, но судя по этим штанам, сейчас была бы пятерочку-то в легкую. Но больше всего о крутости Яны говорят вот эти факты. Я могу зарабатывать деньги, делать какие-то уникальные вещи. Я лидер, да? Чемпионка Юга России по боулингу. Имею один из лучших плейлистов для дискотек. Потрясающе же, да? Просто чемпионка Юга России по боулингу, а? Один из лучших плейлистов для дискотек. Если бы она еще выиграла караоке-конкурс в турецком отеле, все. В жизни нет, к чему было бы стремиться. Все мечты сбылись бы, получается. Да, на фоне этих достижений даже меркнет заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион России Евгений Плющенко со своим галимым плейлистом. Причем, знаете, еще на курсе у Яны есть всякие приглашенные эксперты. Там, например, есть психолог, который учит вас медитировать. И вот у этого психолога есть такая медитация, называется «Кто ты?». Надави сейчас пальцем на болевую точку там, где солнечное сплетение. Каждый раз, когда я буду задавать вопрос, дави на эту точку. Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Я после этого потом еще неделю ходил и думал, что я сделал для хип-хопа свои годы. Кто ты? Кто ты? Просто лежал, бился кулаками. Я не сделал вклад в рэпчик. Это вообще первая медитация, после которой я стал злее. Потому что мне захотелось ее спросить. Ты-то кто? Ты кто такая, а? Еще главное удивляюсь, что курс достаточно дорогой, а запись сделана весьма кустарно. Там какие-то шумы постоянно. Как будто просто взяла на телефон, надиктовала. Я вот это вот слушал и думал, ну, спасибо хотя бы, что не вот так. Кто ты? Курс стоит 500 тысяч рублей. 500 тысяч рублей. И за это вы сможете посетить роскошный завтрак в гостях у Яны Рудковской. На нем вы лично пообщаетесь с Яной и Евгением Плющенко, а также сможете погрузиться в атмосферу роскоши и изобилия. Да чтобы погрузиться в атмосферу роскоши и изобилия, достаточно просто иметь 500 тысяч рублей и выходные в Москве. Да если бы я мог потратить 500 тысяч на завтрак, я бы тогда бы Яне Рудковской бы сказал бы, кто ты? Ты кто вообще? Уйди. Видишь, я завтракаю. А вот как выглядит место, где завтракает Яна Рудковская. Как мы видим, за столом сидят те, кто потратил 500 тысяч. И вот кто угодно сейчас делает курсы. Виктория Бонни делает образовательный курс, учит женщин, как привлекать в свою жизнь богатых мужчин. Вот у нее есть курс, называется «Женщина на миллион». Типа «Она одна такая на миллион». То есть на планете получается 8 тысяч таких бонь. Хотя, конечно, 8 тысяч бонь звучит как единица измерения алчности. И вот даже вот всех зашедших на сайт веб-дизайнер предупреждает и пишет им «Зачем тебе этот курс? Отдумайся!» И у Вики причем не один курс, у нее куча всяких курсов. У нее есть еще такой интересный марафон. Она пишет «Сделай себя красивой без инъекций и операций». И это Виктория Боня пишет, которая состоит из инъекций и операций. Для этого все равно, что если бы руки-базуки устроился бы работать фитнес-тренером, и говорил бы «Качаться нужно на здоровье». Никакой химии. И, значит, в этом марафоне Виктория Боня преподает различные техники массажа лица. И есть отзывы людей, которые прошли этот марафон. Вот, например, есть такой отзыв участницы. Значит, вот так она выглядела до, вот так после. Не особо вижу разницы. Вообще выглядит так, как будто Виктория Боня учит людей пальцем прижимать жир. Есть еще один отзыв, вот уже другой. Тут мы видим, что человек уже умел прижимать пальцем, поэтому Вика научила прижимать сильнее. Еще, кстати, любопытно, что до этого у нее на пальце было кольцо, а потом не стало. То есть, учитывая этот курс, ее, видимо, развили дважды. Вообще, странно, что, опять же, Вика учит людей вещам, в которых совершенно не разбирается. Ведь лучше всего у нее получается это выпендриваться и понтоваться. Так и надо было делать марафон какой-то или курс про это и назвать его «Вы и Боня». «Вы и Боня» — отличное название для такого курса. Явно бы сразу раскупили. Вообще, если честно, это, походу, какая-то болезнь, потому что сейчас даже любой маломальский известный человек пытается заработать на своей популярности и делает курсы. Просто, например, свой курс сделала сестра Бузовой, бывшая жена Бондарчука, бывшая жена Шнурова, бывший муж Бородиной. Сделал свой курс даже муж Нюши. Ну, в смысле, что у Нюши есть муж, который сделал курс. А то муж Нюши звучит, как какой-то народ, у которого кровная вражда с телепузиками. Муж Нюши. Такие забавные существа. Да ладно, Рита Дакота сделала свои курсы. Да хрен с ней с Ритой Дакотой. Парень Риты Дакоты сделал свои курсы. Парень Риты Дакоты. Да любая девушка может меня обмануть, сказав, что она Рита Дакота. А что уж говорить про парня Риты Дакоты, а? Что тогда? Я не знаю. Может, тогда свои курсы запустит кузен Игоря Корнелюка? Может, марафон замутит человек, который ехал в одном лифте с ней лето? Просто я, когда слышу парень Риты Дакоты, у меня сразу в голове... Кто ты? Кто ты? Пик лицемерия — это то, что свои курсы запустила Ксения Собчак. Потому что до этого она разоблачала инфо-цыган, сделала разгромное интервью Блиновской, и тут сама стала инфо-цыганкой. Не знаю, мне кажется, лучше всего у Ксении Собчак прошли бы курсы по переобыванию, потому что это она делает филигранно. А вот брать и учить людей успеху, мне кажется, это не ее. Потому что о нелепости ее курса особенно, на мой взгляд, кричит вот этот слайд. Вот ее курс «Метод Собчак» и тут такой слоган «Деньги, карьера, коммуникация». Ну, в жизни же обычно все совсем наоборот. Сначала идет коммуникация, ты делаешь карьеру, и у тебя появляются деньги. Но Собчак родилась в богатой семье, и поэтому она думает, что сначала у тебя есть деньги, ты на них делаешь карьеру, и появляются какие-то прикольные знакомые. В общем, абсолютно неправильное представление о том, как устроен мир. Вообще, я понял, что мне во всем этом не нравится, что вот эти все звезды запускают курсы и зарабатывают на доверчивости, наивности людей, а я нет. Поэтому я решил запустить свой курс. Как удержаться от покупки ненужных курсов? У меня все, спасибо большое. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Концерты. Смотри концерты на ТНТ. В воскресенье в 9 вечера. Премьера. Субтитры сделал DimaTorzok